Здравствуйте, уважаемые ученики! Меня зовут Каркулова Айгуля Кингереевна. Сегодня я проведу урок русского языка в 10 классе. Итак, давайте начнём первый урок. Обратите внимание на тему и краткое содержание урока на экране. Как провести свободное время, морфологический принцип русской орфографии, слитное, дефисное и раздельное написание слов. Сегодня на уроке вы можете узнать, как можно проводить свободное время, какие слова подчиняются морфологическому принципу русской орфографии и научитесь анализировать правописание слов в соответствии с морфологическим принципом русской орфографии. Сегодня на уроке мы будем часто использовать ключевые слова «свободное время», досуг, активный отдых, духовно-культурные запросы, разумные развлечения, серьезный досуг. Приступим к выполнению упражнения. Прочитайте предложения, которые включают словосочетание свободное время или слово досуг. Вставьте пропущенные буквы. У вас обязательно должно быть свободное время, которое вы могли бы провести за чашкой чая с друзьями. Свободное время является одним из условий всестороннего развития личности, ее физических и духовных способностей, творческих дарований. Пусть у вас будет время для удовольствий, в результате чего откроется простор для свободной деятельности и развития. Записываясь в спортивную школу, надо понимать, что вы не просто займете свое свободное время полезным делом, но и укрепите здоровье и будете воспитывать свой характер. Уверена, дорогие ребята, что вы успешно справились с упражнением, а я вам предлагаю правильный вариант ответов. Уверена, что вы справились успешно с заданием? Для правильного написания пропущенных букв вы использовали следующие правила. Корфограмма правописания проверяемой гласной в корне слова, одна-две буквы «н» в суффиксах прилагательных, правописание безударных личных глаголов, слитное, дефисное и раздельное написание слов, «не» с разными частями речи. Давайте еще раз сейчас обратимся к орфограммам, с которыми мы сейчас работали, и попробуем ответить на вопрос, какому принципу русской орфографии подчиняется написание данных слов. Общие для родственных слов морфемы сохраняют единое начертание на письме, а в речи они могут изменяться в зависимости от фонетических условий. И этот принцип применяется исключительно для всех морфем, корней, приставок, суффиксов и окончаний. Задумывались ли вы когда-нибудь, ребята, для чего человеку нужно свободное время? Я вам предлагаю схему. Используя предложение из данного упражнения, попробуйте записать свои ответы. Свободное время нужно для того, чтобы. Свободное время нужно для. Да. Свободное время нужно, чтобы. Какие варианты ответов у вас получились? Я же предлагаю вам свои версии. Свободное время нужно для того, чтобы общаться с друзьями. Свободное время нужно для свободной деятельности и развития. Свободное время нужно, чтобы всесторонне развиваться, укрепить свое здоровье, воспитывать характер. Это здорово, когда у вас есть возможность общаться с друзьями. Здорово, когда есть возможность развивать себя для того, чтобы укрепить свое здоровье, для того, чтобы воспитывать характер. Но как вы думаете, нужно ли планировать свое время? Оказывается, выделяется несколько видов досуга, которые, естественно, отличаются друг от друга педагогической, эмоциональной, психологической значимостью. А я вам сегодня предлагаю познакомиться с двумя видами досуга, которым относятся разумные развлечения и серьезный досуг. Давайте попробуем ответить на этот вопрос. Что же подразумевается под разумными развлечениями и одним из видов, как серьезный досуг? Разумные развлечения – это такие виды деятельности, свободное время, которые дают возможность человеку повеселиться, отвлекают его от забот, доставляют удовольствие и не приносят вред себе и окружающим. Серьезный досуг – это сочетание отдыха с различными просветительными мероприятиями. Он состоит в чтении серьезной литературы, в посещении музеев, выставок. Этот вид досуга носит целенаправленный систематический характер. Это овладение миром культурных ценностей, что позволяет раздвигать границы своего духовного мира. А что думаете вы, ребята, о свободном времени? Чем является свободное время для вас? Попробуйте закончить данное предложение. Я думаю, ребята, каждый из вас определил, чем же является свободное время для каждого из вас. Главное, чтобы вы проводили каждую минуту свободного времени с пользой для себя, для своих близких и родных и в целом для страны. Дорогие ребята, я уверена, что вы сегодня успешно справились с заданиями, а также вы смогли узнать, как можно проводить свободное время, какие слова подчиняются морфологическому принципу русской орфографии. Вы смогли проанализировать правописание слов в соответствии с морфологическим принципом русской орфографии. Спасибо за урок. До новых встреч. До свидания.